всем привет хочу представить тест с участием этих ножей представленных здесь вот на ролике тест уже снят и в маленьком вступлении хочу сказать из двух словах о чем будет тест и как он еще родился то есть у меня значит идет ремонт и естественно есть работа с деревом и для себя мне лично было интересно потестировать посмотреть какой нож как себя поведет я взял несколько ножей чтобы сравнивать их и параллельно решил снять видео то есть показать если что-то получится интересное показать как бы зрителям подписчикам моего канала вот из-за этого в тест получился значит то есть тест мне не готовился из-за этого может быть где-то сумбурный мусор абсолютно рабочая жизненная ситуация ремонт и работа ножей как говорится жизненная такой ситуации из-за этого сильно не пинайте за ролики где-то может быть выпадал нож из кадра то есть это был не тест ради теста это была работа и параллельно про производила съемка это вот работа скажем так перед тем как я запущу этот тест то есть перед тем как мы посмотрим этот тест я хочу сказать что не в коем разе результаты тесто тест они говорят о том что тот или иной нож хороший или плохой то есть все ножи и основная их задача есть здесь нарезать но у каждого ножа есть своя специфическая как бы наклонность скажем так не зря их называют тактики и dc карманные большие средние там сведения углы там и тра-ля-ля и все такое то есть каждый нож показать себя лучше в той или иной какой-то индивидуальной работе и в данном случае в этом тесте мне нужно было не просто стругать то есть отгрызать и перегрызть там кусок доски а мне нужно было сделать чопики я устанавливал пол значит деревянный и соответственно нужно было сделать максимально ровную плоскость и там уже было как раз деликатная работа мелкая стружка снятие маленьких бога ров сделать максимально ровную плоскую поверхность и как видно здесь участвовали у нас в основном такие большие ножички можно сказать и больше такого тактического предназначения все они больше среднего ножи вот и наверное начнем смотреть тест и после теста я в своем ролике еще расскажу о своих ощущениях о том или ином ножа то есть что мне понравилось что мне не понравилось и как бы подведу такой итог ну теперь тест всем привет абсолютно неожиданный тест ножей здесь у меня бардак это у меня ремонт на ложе значит и мне нужно значит потачивать здесь вот такого типа вот клиния выравнивать немножко я решил для себя потестировать и какой-то момент я решил заодно и снять это тело и сделать такой сравнительный тест некоторых ножей здесь видно сейчас я перепроверю да я думаю видно будет если что-то не видно заранее прошу прощения вот я снимаю на фотоаппарат так что я сам себя не вижу значит на тесте милитари крыса бараш контега м 390 сталь зерно то ли раз двухсотая модель китайский газа 716 если не ошибаюсь ну и нечаянно попал мне здесь под руку бенчмейт контега тоже решил посмотреть тест не спланированный то есть абсолютно спонтанно я буду просто проводить свою работу и параллельно буду записывать вот и что получится то получится не знаю может выложу может не выложу видео так что как бы не специально работая на видео просто работа и параллельно решил снять по крайней мере мне надеюсь и всем остальным тоже вот у меня здесь такой брусок и я его попытаюсь выровнять надеюсь поможет мне ножи помогут мне ножи но начну пока с моего любимчика как ожидалось выгрызается вот этой вот выпуклой частью выгрызается хорошо но полную поверхность навряд не получится сделать но по крайней мере вот эта вот выпуклая часть активно так отгрызает но получается у нас не знаю на камеру видно будет такая дуга то есть ровная плоскость чуть тяжеловато и предложим отслеживать посмотрим по порядку начать что ли начнем с более-менее тактиковым потом перейдем на такие контегра М3190 здесь уже ложится вся поверхность да контегра пока работает интереснее чем Zero Tolerance вот так надеюсь видно сам не вижу что снимаю так что блин что то получится работая без перчаток чтобы посмотреть что да как такс это в контегре приятно работать работает удобно military S32 сказать только military такс да выпуклую такие части то есть когда на доске выпуклая часть срезает неплохо но так же работает только вот эта вот выпуклая часть пробуем доски прорезать ну угол здесь сразу чувствуется сведение чуть грубовато угол заточки тоже более под большим углом и соответственно тонкую стружку не получается вот приходится вот таким вот наклоном надеюсь видно клипса тоже чуть начинает мешать сразу ощущается так давайте перейдем как-то неожиданно режет хуже ожидал от него больше и держать руки самое удобное это вот в баражах на мелкую стружку снимает в руках работать этим удобнее вот таким вот образом снимать когда не очень удобно вообще как-то хотя может быть и ошибался да тоже надо угол увеличивать тогда он хорошо вырезается хоть и здесь сведение как бы такое тонкое и угол заточки тоже соответственно тоньше еще в дереве есть такая особенность волокон направление волокон в эту сторону когда режу я в эту сторону нож не входит как бы выталкивает волокон а в эту сторону как мы видели нож входит и соответственно волокон как бы углубляет то есть нож входит в тревесину этот момент тоже надо учитывать бараж тоже режет интересно как крыса она ведь создана для этого да крыса лидер однозначно ох как режет хорошо и в руках тоже вообще классно режет по ходу крыса всех порвало однозначно абсолютно контролируемый вырез широкая длинная стружка если бы еще сталь здесь такая поинтереснее было бы 154 см хотя бы вот что я и говорил про волокна нож входит глубоко и скалывает в эту сторону волокна идут внутрь а в эту сторону как бы нож выталкивается вроде не сведем как баражек в принципе угол наверное даже чуть круче чем у баража но режет намного лучше вот так вот так когда ты с пальцем начинает колоть вот эти вроде бы и не грубые такие насечки но уже здесь комфорт вызывает Этого работы немного осталось А этот нарежет не в тело. Это у нас Ганзо 716 модель. Абсолютно рабочий нож. Абсолютно жизненный для жизни, для каждого дня, для работы, для хозяйства, по-моему, оптимальный вариант, что ли. Цена, качество, судя по всему, работает неплохо. Один чопик у меня готов. Продолжение следует. Для того, чтобы было поинтереснее, начну потихоньку отсинять ножи, которые будут некомфортные, неудобные, которые будут плохо резко, будут отсиниваться. Так что опять начинаем с Zero Tolerance. Перчатки снимем. Перчатки я делал для другой работы. Так что с ножами работаем без перчаток. Сначала в руке. Как будет выглядеть все это дело. Такую часть вполне удобно и безобразно работать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Другой-то щечки. Самый выгрызающийся нож из всех. Сюда давить просто нереально, без перчаток, когда идёт силовая работа, это кошмар. Только вот наклюнулся. Да, без перчаток тяжко. Видно, видно, не видно. Дальше пойдём. Мне здесь, честно сказать, самая тупящая в этой работе. Никак не пойму, что она делает, что она хочет. Всё не так, всё легко. Любимый нож многими, но у меня что-то сильнее. Бораж здесь тоже какой-то не такой. Вот я работник. Этот тест не просто, как бы я лежу доску, то есть смотрю, как он лежит. А здесь мне нужно из этой заготовки максимально прямые углы вывести. То есть получается, что я пытаюсь сделать какую-то работу мне нужную. Такс. И в этом, значит, реально видно, что может нож, когда отнюю конкретную цель, как конкретно задача требуется, то есть сделать ту или иную работу. Здесь уже реально видно. Да. Для себя в этой работе как-то он клинок, что ли, коротковат и режет как-то неаппетитно. Но здесь, конечно, уже, да. А пока однозначный лидер это Ontario Red One. Абсолютно всё, что мне нужно, отрезать любой бугорок, любую часть. Под любыми, вообще, а волокнах даже снизу не идёт. То есть как надо резать, так и режем. В этом плане, конечно, суперский. Рез суперский нож. Да. И, что интересно, к этому ножу не прилагаю больших усилий. То есть он идёт очень легко. В материал ходит вообще без проблем. Даже вот не толкая идёшь, абсолютно вот не толка, двумя пальцами, чтобы взять его. Он уже снимает стружку. Ну, конечно, заточим мною. Здесь два, три ножа заточены на мною. Но, в принципе, и другие были острые, то есть без всяких повреждений. Ну, всё, заготовка моя практически готова. Как всегда, Ганзе остаётся, что ли, минимум работы. Но с тем минимумом Ганза справляется тоже на воду. Так-с. Ну, ещё плоскость практически у нас есть. Что здесь претендент на отсевывание? На отсевывание два у меня. Может даже три. Но пока не решил. Значит, Милитари, Бараш, Контега работать больно. Так что он тоже претендент. Остальные пока держатся. Но спешить не буду. Работы мне здесь хватает. Так что отсей мы их не сразу. Так, пока всё. Всё, что мне надо сделать, я сделал. Со следующим кусочком деревяки продолжим. Сравнивать их. Ну, как видно, это тоже отрабатывает абсолютно. То есть тоже так же работает. Где надо срезать? Срезает вообще без проблем. Барашечка я не пойму. Как-то не аппетитно срезает. Не хотя. Да. Пока всё. Продолжаем. Здесь у нас работа почти выполнена, но чуть-чуть есть над чем работать. Поработаем претендентами на выбывание. 2 части скоты. 2 части. 1 чж. Иikalpa. Ит по трассе не понял это такое чисто неожиданный тест так что ни о чем он не говорит просто для себя просто интерес по сравнению ручка здесь конечно самая лучшая но клинок я не понял вроде сидел четко вроде сильно надавить бреет а не видно было не видно наверно было но режет плохо с доску работать не очень прикольно наверное я его сниму с задания с теста вернее этот уходит в нигде есть минус для такой работы вот на этом зеротолеранс 200 что у него с образная кромка то есть он режет все хорошо на выводить какие-то углы что-то ровное сделать не очень хорошо то есть не получается этим ножом что серьезно сделать где нужна геометрия премьер углу это не годится нож пока режет не знаю посмотрим здесь у нас наоборот плоскость реза не показывает даже где у нас снята где у нас перепады делает свою работу но при этом насилует руки продолжаю работать без перчетки хочу досрочно снять вот этот вот нож с данного теста то есть мне нужно как-то максимально плоскость сделать вот а вот это вот дуга она снимает режет хорошо но именно вот для этой работы вот этот нож не годится эргономика удобства вообще самый как бы лучший из всех ножей но этот клинок с баража сюда был бы наверное самый шикарный нож в мире но пока этот снимай так как не выполняет возможно задач режет конечно хорошо но не делать то что нужно вернем ка вернем ка с баража потестируем нет это мне не нравится все равно баража нет баража шел на трассе однозначно вот надеюсь видно что я делаю наверное надо будет камеру да это дышит ничего пока этот наверно и проверять смысл нету делать то что надо без газаров срезать то что нужно то и срезай покорярка а Рукоятка удобная, удерживает хорошо, легко, как бы, ничего не режет, не наминает, не крица, ничего. То есть, когда зажимаешь, вообще все нормально в моей руке, очень удобно все держать, работать. Также делает все, что от него требуется, срезая все, что нужно. Конечно, не ожидал я от этого лома, вот такой производительности, не ожидал. Причем он у меня здесь уже в цеху не первый день работает, конечно, я там не бетон крушу, но постоянно где-то что-то режу, сколочек, картон, воды. Чуть-чуть затопления незначительно есть, но на удивление он отрабатывает, конечно. Так, снова работа почти закончена с этой дощечкой. Режет шикарно, но палец, конечно, убивает. Да, для такой работы, конечно, просто отлично наш, для такого хозяйственного цели, на работе такой причем. В принципе, здесь все готово. Ну и почти все. Или пока держится, он и рез непонятно абсолютно такой какой-то. не делает то, что нужно, но вроде и режет. Вот не так он режет, но все, пока вроде бы все готово. Да, вроде бы режет. Странно. Ладно. Пока все. Сейчас самое интересное, нужно снять буквально один миллиметр. Сейчас, наверное, надо снимать еще один ножичек. Странно. Сейчас я начинаюро. И сотой б sales. Я начинаюBLE. Ну иafter. Теперь, специально liebeatori во все необходимых уже двух, который не прousило, мы верим. И кончиком режет Отлично есть Пузом, то есть и далеко, и близко, как угодно Работаешь Гостарел Red Motor One Видно не видно, на камеру там снимаю Работает нехило Да Красавец Четки ножа-то отдаливает Такс Гансы не сдаются Гансы не сдаются Гансы держатся просто молодцом, просто с юга да, классный нож для работы, но какая-то большая минус этого ножа неожиданно для кого-то, но на миле то есть все последний штрих, что-нибудь не допилаем хотя она еще что-нибудь подстажек покажет Работы предстоит мне еще много видео снимать я смысла не вижу вот этого два лидера победитель второе место проигравших поставим сюда по мере выбывания скажем так Бараш выбыл первым из-за геометрии клинка выбыл вторым спайдерка держался, но не додержался все равно неудобный из-за ответа Онтего Онтарио Рэд Ганза все на этом все я продолжу свою работу всем спасибо за просмотр это был спонтанный тест то есть мы принамерены просто так вот эта куча стружки которые наделали ножи то есть работа была вот на этом все но теперь можно расставить ножи в той последовательности в которой у нас выявились скажем так победители все дело у нас обстояло где-то вот таким вот образом вот и теперь я объясню почему так почему такие неожиданные результаты неожиданно они и для меня в том числе вот и двух словах наверно каждом ножички но постараюсь как можно вкратце рассказать ну вначале я скажу что вот этот вот нож вот этот вот нож вот этот вот нож надеюсь видно на камеру они были наточены мною то есть они острее других но все остальные ножи те которые не наточены Barash Military и Contego они также резали бумагу то есть острота у них достаточно для проведения этого теста вот ну что мне не понравилось в проигравшем то есть это первое место второе третье четвертое пятое шестое место но Barash честно сказать я от него ожидал большего то есть это у нас резак то есть много тестов других пользователей любителей ножей где показывалось как шикарно работать этим ножом но где-то наверное отчасти я разочаровался потому что многого ждал от этого ножа но на самом деле рез оказался чуть-чуть невнятным непонятным то есть где надо было чуть-чуть отгрызть вроде сведение тонкое вроде углы заточки тоже такие тоненькие и довольно таки острый нож но что-то как-то он не пытался резать ну не резал то есть не было комфорта вот когда хотелось так аккуратно снять соответственно не получалось снять из-за этого удивительно но он ушел самым первым здесь наверное доля и разочарования от того что ожидал большего и соответственно все таки где-то что-то он наверное поддал второй ушел вот этот вот нож Zero Tolerance 200 модель ушел из-за то что у него S-образная кромка нам надо было производить ровные то есть грани то есть ровная поверхность а здесь очень тяжело это делать потому что у нас почти везде есть какая-то дуга на клинке и соответственно резал он шикарно если где-то надо быстро что-то порезать и очень глубоко серьезно что-то скажем так даже там тушу какую-то разделать то это да это лидер безусловно а здесь у нас где надо деликатно поработать и сделать плоскость он конечно спасал очень быстро при том что он резал хорошо отгрызал но работу свою не выполняет то есть это не его задача в милитаре честно сказать так же ну здесь и сведения сразу чувствовал что грубее как бы такой угол острее вернее тоже это тупее и честно сказать с самого начала он вел себя так же где-то похоже с баражиком он резал тоже не совсем понятно ну врезался чуть-чуть лучше как-то я не знаю почему но контролировать и управлять и делать то что хочется этим ножом абсолютно не получалось то есть хочешь где-то отрезать он соскальзывает скользит если чуть угол больше дать то он въезжает в дерево очень глубоко то есть такой чуть непонятный наверное момент я вот из-за этого его держал он однозначно ушел бы тоже вторым после баража но я его решил подержать потому что вроде резал он серьезно но как-то непонятно и вот в итоге тоже как бы вот эти три скажем так ножа даже вот эти два ножа они такие чуть невнятный рез показали возможно это из-за заточки так как заточка она все равно имеет значение причем наверное очень сильное значение имеет следующий у нас на третьем месте вот этот вот красавец контега почему он дотянул до третьего места он должен был наверное уйти тоже где-то пораньше потому что здесь рукоятка ну очень и очень некомфортно здесь везде насечки и он рассчитан для работы в перчатках это однозначно работая с ним у меня вся рука была красная сейчас это уже конечно не видно силовые работы было очень тяжело делать но для моей работы он идеально подошел так как у него почти на всей длине режущей кромки но у него ровная линия то есть плоскость и поработал любым другим ножом я просто прикладываю этот нож я уже видел где у меня перепад где мне надо еще снять то есть в этом плане он работал хорошо так же у него и сведения спуски все довольно таки клинок идеальный просто мне очень понравился а вот рукоятка конечно убивала руку и из-за него конечно он должен был еще раньше улететь неожиданным игроком как он вообще здесь оказался в этой команде это значит нож у меня естественно валялся он и помогал мне выполнять ремонт так как он недорогой и выполняет как бы ну удобно режет все то есть выполняет свою функцию очень хорошо и бросил как говорится на стройку и так как он был я решил включить в тест то есть я не планировал даже с ним резать так как до этого похолон и мне было все понятно ну раз думаю здесь включил и вот пожалуйста неожиданный результат почему второе место с ручкой вообще проблем нету палец ложится тоже при вот таких деликатных и таких толкательных движениях сюда тоже идеально то есть вообще руку никак не раздирал в плане эргономики он в этой работе и в данной работе показался неплохо вроде клинок толстый я не думал что он будет так деликатно резать но он то чем мною но естественно он валялся и где то тупился то там доску порежет то тут упадет удариться но в принципе работал сами видели неплохо и показывал результат уж точно поинтереснее баража и милитари это однозначно из-за этого цена и на самом деле вот его резы качество все таки вытащили вперед и с самого начала я как то даже предполагал что вот этот нож он покажет себя но я не думал что настолько комфортно будет с ним работать я даже удивился ну после этого после окончания этого теста эти все ножи как бы я убрал и вот этот нож я бросил на стройку ну на стройку до тех пор пока я работал с деревом потому что этот нож на самом деле он резал как мне надо было контролировался абсолютно то есть практически любую работу можно было поддерживать делать с ним ну имеется ввиду деликатный очень легко комфортно и контролируемый но он тоже точенный мною соответственно режет лучше заводской заточкой чем ножи с заводской заточкой но лидер ожидаемый честно сказать вот но я ожидал и от этого типа тоже где то аналогичной работы и вот чуть чуть конечно он здесь пасовал вот ну надеюсь было интересно тест такой как говорится не тест не ради теста снимался просто работа и походу я снял такой вот моментик надеюсь было интересно если что то не то заранее пардон еще два слова про рукояти этих ножей и в принципе силовая любая работа естественно она очень сильно как говорится зависит от рукояти то как вы будете это делать и как будете чувствовать нож в руках ну здесь однозначные лидеры значит у нас то есть вот эти наверное три ножа и где то в середине вот этот вот как лучше показать вот эти вот ножи то есть эта рукоятка вполне комфортная удобная ну здесь небольшая вот шишечка но до нее очереди не дошло так как нож был одним из первых но в принципе вот так вот держать и вот так вот держать и работать вообще комфортно проблем с ручкой вообще не возникало но я думаю при вот таких вот силовых работах где надо пальцем надавить вот этот вот момент чуть мешал бы в остальном ручка отличная Zero Tolerance это лидер в плане эргономики рукоятки здесь взяв этот нож и обхватив практически любым хватом нож перевращается в продолжение руки здесь все настолько монолитно настолько все четко и ставя сюда палец он попадает туда куда надо и давить удобно и абсолютно любыми хватами вот этот нож вот такое ощущение что делался чисто вот ради этой рукояти то есть рукоятка здесь очень-очень удачная удобная отменная рукоять это первое место однозначно вот с крысой все знакомы здесь эргономика скажем так ну здесь эклипсу если переставить будет чуть поудобнее я не стал кидать как бы вниз здесь все знают этот нож тоже и про эргономику говорить нечего единственное скользкая чуть-чуть рукоятка так как пластмасса в остальном конечно в любыми хватами держать удобно но как было в тесте при попытке надавить вперед здесь конечно зубчики ощущались как бы чуть агрессивно и чуть врезались в палец в остальном все нормально милитари также где-то на одном уровне с крысой одинаково вот этот парень тоже как-то неплохо показал себя вот при такой серьезной работе эти вот суровые насечки они чуть конечно комфортно а при ношении в кармане они все-таки слишком агрессивно здесь зубчиками есть тест кому интересно можно посмотреть это он уже обзор вернее и самое последнее место это вот этот вот тип зубастый у него везде насечки везде зубчики весь такой колючий и силовые работы выполняю конечно рука умирает в раз болит болело все ладонь была красная красная была она ради вот этого благодаря вот этому ножу вот на этом уже все всем спасибо за просмотр всем удачи